В Казанском федеральном университете продолжается конкурс на лучшую академическую группу. На самом деле это незабываемые впечатления, потому что было очень весело, и мы сплотились еще больше, чем были сплотчены до этого. И радство больше не под запретом. А кто Берлин-то взял? Эксклюзивное интервью потомка солдата, воздвигнувшего знамя над Рейхстагом. У нас в селе просто не все верили тому, что это он действительно держит этого солдата на эту фотографию, потому что фотография шла в обрезанном виде. Там был только человек, который машет флагом, и руки, которые держат его снизу. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Аделина Абдрахманова. Делегация Казанского федерального университета во главе с исполняющим обязанности ректора Дмитрием Тайюрским прибыла с официальным визитом в Республику Казахстан. В рамках рабочей поездки в Шемкет представители КФУ посетили Южно-Казахстанский университет имени Ауэзова. В сопровождении ректоровой ЮКУ Дарьи Кожамжаровой глава КФУ ознакомился с инфраструктурой Южно-Казахстанского университета, осмотрел аудитории научно-исследовательских институтов, а также ряд лабораторий. По итогам обсуждений между КФУ и ЮКУ был подписан меморандум о взаимопонимании, целью которого является развитие международных партнерских отношений и укреплений связи между вузами в области образования и науки. Пираты, но не разбойники. В ряде кинотеатров России стартовали показы Бэтмена с Робертом Паттинсоном в роли летучей мыши Готэма. Разбираемся в новом законопроекте о легальном пиратстве. Российские власти при участии Минцифы прорабатывают возможность легализации в стране пиратского программного обеспечения. Это означает, что за его использование не будет грозить административная или уголовная ответственность. На фоне сложившейся геополитической ситуации за Россией всего за несколько дней ушли десятки иностранных компаний. Данный законопроект рассматривается в качестве меры поддержки россиян на почве массового бегства из страны разработчиков популярных в России программ и помочь отечественной индустрии выжить. Безусловно, вот эти, которые сегодня рассматриваются Министерством цифровизации России, которые связаны с тем, чтобы отменить ответственность за использование нелицензионного программного обеспечения, это ответные санкции России на те действия, которые проводит в отношении России группа стран, которые поддержали санкции, то есть та группа стран, которые внесены в группу недружественных для России стран. Это законопроект, позволяющий легализировать фильмы, сериалы и музыку через принудительную лицензию. Действия этого механизма хотят распространить на интеллектуальную собственность, сейчас только на патенты. То есть планируется разрешить использование продукта фактически без согласия правообладателя. Если поправки одобрят, российские компании и организации смогут обратиться за получением лицензии в суд. Схема сработает при одностороннем разрыве отношений по инициативе иностранного партнера. Чтобы решить вопрос взыскания с иностранного компании убытки из-за такого расторжения, в любом случае необходимо будет идти в суд там. Но есть основной момент, это отсутствие обоюдности между дружескими и дружескими странами. Что это означает? Что если, например, будет вынесено решение в Российской Федерации о взыскании с иностранной компанией, то иностранное государство, на территории которого находится данная компания, имеет право не исполнять данное судебное решение, потому что отсутствует принцип обоюдности исполнения судебных решений между государствами. Единственный специалист, который может помочь, это юристы, специализирующиеся на международных спорах, потому что только в данном случае можно сделать анализ, проанализировать арбитрабельность спора, место рассмотрения и возможность исполнения судебного акта. У России, в принципе, не остается других вариантов действий, поскольку целый ряд программных продуктов, которые ранее поставлялись в Россию, из таких как США, Германия, Япония, эти программные продукты, ну просто-таки, нечем в стоящее время пока заменить, российских аналогов нет. Именно по этим продуктам, по которым нет или не созданы пока российские аналоги, рассматривается вот такой вариант. Россия не первая страна, кто легализировал параллельный импорт. Таким же путем шли США, страны Европейского Союза и другие. Параллельный импорт нельзя назвать пиратством или контрабандой. Ося Шихмина, Универньюз. История поднятия знаменин победы над Рейхстагом очень драматична. Нашему корреспонденту удалось узнать подробности мировой фотографии из уст потомка советского солдата. Нашумевшая и облетевшая весь мир фотография водружения знамени победы над Рейхстагом имеет интересную историю. На крыше здания полуразрушенного нацистского парламента запечатлены советские военнослужащие, один из которых солдат Красной Армии Абдулхаким Исмаилов. На фотографии он посередине держит за ноги другого солдата, который демонстрирует флаг. По словам Алима Атарчиева, потомка Абдулхакима Исмаилова и аспиранта Казанского университета, в ночь с 30 апреля на 1 мая шел штурм Рейхстага. И одной из групп, которая занималась наступлением, была группа Абдулхакима Исмаилова. 2 мая военный корреспондент Евгений Халдей прибыл на место событий, сделав фотоснимки в тот момент, когда уже закончились уличные бои и Берлин был полностью занят советскими войсками. После обнародования фотография стала одной из самых популярных в мировой истории. Абдулхаким Исакович прожил до 2010 года, вот умер, было 12 лет назад. Ему дали Героя России. У нас в селе просто не все верили тому, что это он действительно держит этого солдата на этой фотографии, потому что фотография шла в обрезанном виде. Там был только человек, который машет флагом и руки, которые держат его снизу. И в 95-м году на канале «Россия-1» было шоу, на которое пригласили одного из его сослуживцев, который сказал, да, это действительно фотка Халдей, это я, это вот мои сослуживцы. И в 96-м году ему призвали Героя России за его подвиг. Абдулхаким Исмаилов, уроженец Республики Дагестан, служил в Красной Армии с декабря 1939 года. Участвовал в Великой Отечественной войне с 1942 года в составе 147-го стрелкового полка. За годы войны Абдулхаким Исакович был пять раз ранен, но каждый раз возвращался в строй. В историю навсегда вошел снимок, на котором вместе с боевыми товарищами запечатлен советский военнослужащий Абдулхаким Исмаилов. И этот факт навеки останется нашим достоянием. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюз. Твиттер официально принял предложение Илона Маска. Социальную сеть продают американскому бизнесмену за 44 миллиарда долларов. Все подробности смотрите далее. Миллиардер Илон Маск приобрел сервис коротких сообщений Твиттер почти за 44 миллиарда долларов. Предприниматель заявил, что верит в потенциал этой компании как платформы для свободного выражения мнений во всем мире. Свобода слова – это основа функционирующей демократии. А Твиттер – это городская цифровая площадь, где обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества. Я хочу сделать Твиттер лучше, чем когда-либо, расширяя продукт новыми функциями, делая алгоритмы открытыми для повышения доверия, побеждая спам-ботов и аутентифицируя всех людей. Планы Маска по модернизации Твиттера взволновали американское правительство. Они опасаются возвращения Дональда Трампа, ранее заблокированного в социальной сети. Вся система Соединенных Штатов, связанная с информацией, она подчинена американскому эстеблишменту, то есть американским кругам, которые через средства массовой информации доводят только ту информацию, которая им интересна. И вот Трамп проиграл прошлые выборы президента именно по причине того, что ему не дали возможности открыто участвовать в этом информационном пространстве. Приобретение Илона Маском в социальной сети может создать новые возможности для Дональда Трампа и других оппозиционных деятелей благодаря политике свободного доступа и уравнять шансы на победу республиканцев в ходе выборов в Сенат и Конгресс США. Однако, экс-президент заявил, что не планирует восстанавливать аккаунт в Твиттере. Трамп намерен пользоваться собственной социальной сетью TrueSocial, в которой зарегистрируются в течение недели. Веста Хомбер, Универньюз. В Казанском федеральном университете начался ежегодный конкурс на лучшую академическую группу КФУ. Студенты будут бороться за титул лучших в нескольких номинациях. В Казанском федеральном университете стартовал конкурс на лучшую академическую группу. Мероприятие проходит не первый год и имеет свои добрые сложившиеся традиции. В этом году конкурс проходит по следующим номинациям. Лучший куратор академической группы, лучшая староста и сама академическая группа. Староста и группы также делятся по курсам на старшие и младшие. Мы очень много вечеров репетировали с группой в общаге, в университете. На самом деле это незабываемое впечатление, потому что было очень весело, и мы сплотились еще больше, чем были сплотчены до этого. Конкурс дает возможность студентам проявить себя в абсолютно разных ипостасях. Это и культурно-массовая, и научно-исследовательская деятельность, общественная и спортивная активность. Конкурс «Лучшая академическая группа Казанского федерального университета» — это уникальный конкурс, и уникальность его заключается во многих позициях, во многих параметрах. Если мы говорим о студенческом творчестве, то это творчество выражается, опять-таки, на нескольких уровнях. Это персональное творчество каждого студента, и это коллективное творчество. Это творчество академической группы студентов. С каждым годом интерес студентов к этому конкурсу только увеличивается. Количество заявок растет. Ребята хотят показать, на что они способны, доказать, что они лучшие, каждый в своей номинации. Ирина Анорина, Фарид Захид, Оглы, Универньюз. На этом все. В студии была Аделина Абдрахманова. Сюжет из выпуска ты можешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова